Всем привет и слава Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Геннад Васадзе, и сегодня у нас традиционная беседа с хорошо знакомым и любимым нами Джаваширом Маховдовым. Здравствуйте, Джавашир. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, я тоже очень рад вас видеть. Пост-праздничное настроение постепенно, но не сразу заканчивается. Праздник закончится только 3 апреля. После этого надо выбросить на дорогу и выехать куда-нибудь за город. Это окончание праздника. Чего мы успешно желаем завершения праздника, но праздник был тяжелым. Количество пахлавы, поглощенное мною, превосло все границы. Вот так вот. Я тоже воспользовался. Но я люблю пахлаву и не в праздники, так что, скажем так. Кстати, не потому что сейчас я говорю с азербайджанцем, вот между азербайджанской и турецкой пахлавой, вот у нас делают в Азербайджане турецкую пахлаву. Я отдаю предпочтение азербайджанской, она более сухая. Турецкая, она уж очень влажная. Слишком. И мне удобнее есть азербайджанскую пахлаву. Вы ели домашнюю пахлаву? Конечно, ел. Вот который хозяин не в магазине купленную, там даже на самую сухую, а вот дома приготовленную. И домашнюю пахлаву я ел. А вот это, это намного вкуснее. Я вспоминаю детство, как тогда же запрещали проводить Новый РУС. Запрещали, были запреты? Да, официально она не праздновалась. Потом только в 1967 году началось по инициативе Шихали Гурбанова и других руководителей нашего тогда республики, интеллигенции, очень много писали об этом, что это не религиозный праздник, это народный праздник. И только после этого начали официально его праздновать. А до этого у нас все равно праздновали. Собирались дома, пекели вот эти сладости, мы вот стояли, дети ждали с нетерпением, как только вот когда из печки выйдет, нам не разрешали горячее кушать слишком. Мы вот ждали, когда это все остынет. Запах был бесподобный, все это было такое непомерно вкусное, очень вкусное. Представляю. К сожалению, приходится переходить на более глупую, даже трагичную тему. Вы знаете, в последнее время очень много в сети появилось экспертов по Вилаету Харасану в связи с терактом в Москве. И я скажу так, что, конечно же, посчитать в Википедии можно, но я заранее пообещал нашим зрителям, что попрошу у специалиста прокомментировать, что такое Вилает Харасан, который, в общем-то, причастен к теракту в Москве. Это факт, что причастен к теракту. Ну, я сейчас не буду вдаваться подробности этой организации, но я только могу сказать, что она находится в конфликте с государствами почти всего Ближнего Среднего Востока. То есть она незаконна на территории Ирана, она незаконна на территории Афганистана, она незаконна на территории Центральной Азии, она незаконна в Азербайджане, она незаконна в Турции и в арабских странах. То есть, вот, это факт. Это первое. Второе. Возникает масса вопросов. И я не сторонник того, чтобы сейчас делать какие-то выводы. Должно быть следствие. Следствие должно быть проведено. И это следствие должно быть открытое. Документы по следствию должны быть потом представлены общественности. Первый вопрос. Американцы, англичане говорят, что информация была передана российской стороне. Почему было передано, притом они сегодня написали, что это было передано в какой-то усеченной форме, чтобы что-то там не раскрылось. Это тоже непонятно. Тоже вызывает массу вопросов. Второй вопрос. Почему российские спецслужбы на это не отреагировали? Второй вопрос. Почему это не были проведены определенные спецоперации по предотвращению этого таракта? Второй вопрос. И самый главный вопрос. Кому это выгодно? Что сейчас происходит? Сейчас происходит отток таджиков, кыргизов и узбеков в Средней Азии. То, что я видел по телевидению. Это огромная масса людей прибывает в Центральной Азии. Это работоспособные молодые мужчины. Работы там в таком количестве нет. И что? Какой результат? Недовольство и так далее. Последующие за этим события. Я думаю, что, конечно, Узбекистан и Казахстан. Ну, в Казахстане вообще нету таких... Нет, в Казахстане вообще нет. Узбеков есть, но они справятся. Узбеков, во-первых, сейчас экономика на подъеме. Кыргизов тоже справятся, потому что там сейчас тоже инвестиции и так далее. Они справляются. Значит, самая уязвимая страна – Таджикистан. И неспроста ставка была сделана вот на этих таджиков. Я не профессионал в этой области. Не могу сказать. Но первый взгляд на эту информацию, опять же, вызывает много вопросов. Профессиональные люди так себя не ведут. Вот так. У меня только вот такие масса вопросов. Ответов на этих вопросов у меня нет. Что это? Ну, то, что эта цель ставится, какая-то цель есть по отношению к Центральной Азии и к Российской Федерации, однозначно. Какая цель? Посмотрим, будем анализировать. Сейчас не могу ничего сказать, потому что информации недостаточно. Но мы видим что? Мы видим отток в население рабочих отходников из России. Вот это мы видим, мы это наблюдаем. Я вообще, ну, в связи с этим такой вопрос. Ну, в высеченном виде понятно, мне более или менее понятно, чтобы иначе можно было бы раскрыть источник своего крана там. А вот что касается оттока, ну, ведь это же все в руках государства. Государство может сказать, что у преступников нет национальности. Государство может сказать, что это не таджики, это убийцы. И таджирский народ, и братский таджирский народ не имеет к этому никакого отношения и так далее. А может, наоборот, разжигать. И мы видим сейчас, в общем-то, такую картию. О чем речь? О чем речь? Я думаю, что здесь какие-то есть определенные цели. Эти цели пока еще не ясны, потому что еще только процесс идет. Но то, что это было сделано по отношению к Рокусу, это тоже вызывает очень массовый вопрос. Почему именно Крокус? Понимаете? Такой тоже вопрос возникает. И много-много вопросов. Ответов на них пока у меня нет. И сейчас из-за этого я ничего не могу сказать. Но чисто так интузивно я могу определить, что здесь есть какие-то цели. Как всегда, в любом теракте надо искать мотивантов. То есть, кому это выгодно? Но мы это посмотрим уже в будущем. На самом деле, да. На самом деле, да. Хотя, с другой стороны, я сейчас себя поймал на мысли, что умозрительную конструкцию, кому это выгодно, можно построить любую. А вот что будет дальше, мы посмотрим. Ну, я практически уверен, что будет ужесточение режима. Практически я в этом говорю. В России. Ну, да. Это практически неизбежно. И это ужесточение режима, оно было бы и с поводом, и без повода. Ну, с поводом оно веселее. Да. Давайте перейдем к нашей, наверное... Извините, я закончу. У каждого мотиванта здесь, мы не будем говорить конкретно кто, но у каждого мотиванта свои цели и задачи. У нас у азербайджанца есть хорошая пословица такая. Говорит, ну, какой-то хитрый дядя, он говорит зайцу, говорит, беги. А охотнику говорит, бей его. Вот это из той же категории. Кто-то зайчика запустил, а охотник говорит, бей. Ну, какой-то странный охотник, который слушает во всем хитрого дядю. Тоже правильно. Ну, поживем, будем в дальнейшем анализировать, посмотрим, что дальше, как процессы пойдут. Но я уверен в одном. Те, кто запланировал себе какие-то цели, да, может быть, часть, конечно, они добьются чего-то своего. Но тех целей, которых великих, которые, я предполагаю, хотят добиться, не смогут. Потому что государства Центральной Азии, мы с вами уже говорили по этому поводу, это уже не те государства, которые были 20-30 лет там. Это сильные государства с сильной армией, со сильными спецслужбами, с другими структурами, которые предотвращают все вот эти такие негативные процессы, которые против великих государств. Да, но у грузин есть тут тоже хорошая поговорка. Крепость разрушается изнутри. Не может быть по-другому. То есть, внешнее воздействие, они, конечно, могут и богу шатать и так далее, но все крепости падают изнутри. Но там сейчас Газахстан – это богатое государство, Туркменистан – богатое государство. Узбекистан, экономика очень хорошо работает, они очень справляются очень хорошо с экономическими трудностями и проблемами. Кыргызы начали тоже позитивные процессы. Единственное, там страна, но тоже идет постепенно, в общем, с одной стороны, богатая страна энергоресурсами, водными ресурсами и так далее, Таджикистан. Но, в общем-то, бедная страна. Но они тоже справляются, я думаю, что справятся с этим вызовом. Но процесс идет. Вот это то, что я вижу в интернете. Огромные толпы людей стоят там в аэропортах, на вокзалах, выезжают. Кстати, то, что мы видели в интернете, то, что там многие писали, что это аэропорт, оказалось, что это пункт регистрации мигрантов. Один из кадров. Может быть, там другие кадры есть? Мы не ошибаемся, но я знаю, что там таджикская диаспора распространила заявление, чтобы не выходили на улицу, были осторожны. Там кое-какие армянские средства массовой информации распространяли, хотели натравить на азербайджанцев, но это не получилось. Соловьев, да. Великий, в кавычках, пропагандист. И вот все это, ну, там тоже вообще азербайджанцы пострадавшие. Там один оказался, а другой был азербайджанец, который вывел от этого 100 человек. Об этом тоже надо говорить. А в этом мальчике Киргиде, надо говорить, который вывел, как мальчик 15 лет, как он самоорганизовался, как он не бесстрашно вернулся. То есть он вначале был не там, потом он вернулся, чтобы он понял, что на нем лежит ответственность. И он должен эту ответственность исполнить, этот долг должен служить, и он исполнил этот долг. И вот это, я думаю, что об этом надо говорить повсеместно. Обязательно. То есть на самом-то деле об этом, прежде всего, о таких людях нужно говорить, потому что именно такие люди дают надежду на будущее, дают надежду на то, что мир не так уж и плох. Хотя и тогда руки опускаются, когда смотришь на него. А у нас сегодня интереснейшая тема. Это я сейчас выведу на экран вашу презентацию, Джован Шерблей. Депортация азербайджанцев в Шахский Иран или 100 лет одиночества. Что ж, давайте начнем. Давайте начнем вначале, почему я решил затронуть эту тему. Во-первых, эта тема фактически белое пятно в нашей публицистике, в нашей журналистике, да и в науке. Почти, если вы спросите у людей, знаете ли вы об этой трагедии азербайджанского народа? Почти, так, на бытовом уровне все рассказывают, что родственники или родственники друзей или кто-то пострадал от этого процесса. Но, в общем, в нашей публицистике об этом почти, можно сказать, не говорят. Из-за этого я решил затронуть эту тему. Почему? Потому что, когда мы забываем о трагедиях, эти трагедии повторяются. Нас в советское время заставили забыть трагедию 18 марта 18 года. Вот было недавно, мартовский трагедий, на Новрус, эта трагедия произошла. Когда в Баку, в Шамахе, в Губе, в Гарабахе, в Зангизуре, в Ленькаране толпы бесчинствующих дашнаков и большевиков устроили геноцид азербайджанского населения. Под покровительством так называемых социал-демократов и большевиков. Человеконенавистническая политика была осуществлена. И в советское время нас заставили забыть это. То есть мы-то некоторая определенная часть интеллигенции это помнила. Нам бабушки, дедушки это рассказывали. У нашей семьи это было негативно. Бабушка все время рассказала, как они бежали через романы, как их там обстреливали, дашнакские отряды и так далее. Наших родственников в Шамахе, доктора экономики и Позненского университета Степка Лалаянс убил. И голову отрезали, на пике носили по Шамахе, а мечеть всю с азербайджанцами сожгли. Где, кстати, мой прапрадед был шейху Исламу, был имам Джуме в этой мечети. То есть я хочу сказать, нас заставили это забыть. Ну, большую часть населения. Из-за этого повторилось потом в 80-х, 90-х годах. Из-за этого эти все страницы, трагические страницы нашей истории надо помнить. И вот здесь я бы хотел, используя интернет, выразить свою благодарность моей коллеге, блестящему историку, профессору Сонмас Ханам Тохиди, которая совершила фактически научный подвиг. Она опубликовала всех шаидов, всех пострадавших, всех невинно убиенных в той трагедии, мартовской трагедии в Баку, в Шамахе, в Губе, в Линкаране, в Гарабахе, в Зенгизу. Она совершила огромный труд. Это подвиг, то, что она сделала. И потом открыли музей геноцида в Губе, который поименно, поименно, с адресатами все опубликовано в огромных таких трудах. Низкие поклоны за этот труд. И великая благодарность. Ну, теперь непосредственно будем обращаться к нашей теме. Но вначале я хочу рассказать о теме нашей сегодняшней передачи. Кто такие эти азербайджанцы, иранские азербайджанцы, которые жили в Баку? Они жили не только в Баку, они жили и в Тевелисе в меньшей мере, они жили в Центральной Азии, они жили и в Российской Федерации. Но их было намного-намного меньше. Основная их масса жила в Азербайджанской республике, жила в основном в Баку, но были и в Гяндже, были и в районах, в сельских районах. Даже вот по представителям, выдающихся представителей интеллигенции, которые из рядов этих иранских азербайджанцев, которые жили на территории тогдашней Российской империи, а потом Советского Союза, можно проследить географию их расселения. Вот посмотрите, Люцзаде, великий, выдающийся математик, основатель теории чисел, калифорнийский инвестиционер Беркли. Он родился в Баку, потом их депортировали в 30-х годах в Иран, потом они уехали в Соединенные Штаты Америки, Баку. Абхазский, советский абхазский писатель Фазир Искандер, отец у него был тоже иранский, был выходить отходник из Ирана, но я постеснялся у него спросить, я встречался с ним в Москве, и я постеснялся у него спросить, а кто, он с какого города был. Ну, в основном они на 90% были с севера, то есть они были с Азербайджана, с иранского Азербайджана. Далее, Рубер Осеин, знаменитый французский режиссер, актер, знакомый вот по фильму Анжелика Маркиза Ангелов, ну, мы его, советские зрители, знаем, а в основном он выдающийся был режиссер. Его отец был из Самарканда, ну, иранский азербайджанец, из Ардебиля, и он тоже был депортирован сперва в Иран, где был капитмейстером военного оркестра при Реза-Шахе, потом эмигрировал в Париж, и там в 1927 году родился вот Рубер Осеин Хусейн-Зада, их настоящая фамилия. Стали Ханкишиев, знаменитый кулинар, блогер и автор множества книг по кулинарии, он родился в Фергане, отец его тоже был из Ардебиля, но тоже жили они в Фергане. Вот посмотрите, я только пять фамилий произнес, а вам уже вся география налицо. Это и Тиблиси, это и Грузия, это и Азербайджан в первую очередь, конечно, это и Средняя Азия, это и Самаркан. То есть вот такая, мне в свое время один грузинский академик, еще в советское время я был молодой человек, но там в командировке был, и у него там был дом, мы работали, и он поведал мне, он был крайне недоволен теми реставрационными работами, которые шли в Тиблиси. Он говорит, вот перед старым городом, перед этой крепостной стеной были различные духаны, хаш готовили, джизбыс готовили, потом готовили там калапача и так далее. В основном 90% это были из Ижанского Азербайджана. И он это с таким сожалению, потерялся дух старого, аромат старого Тиблиси. Я его помню, 45 лет прошло, а я до сих пор помню его эти слова. Ну вот, вот это была картина, и дальше я расскажу о судьбах некоторых людей, которые затронули эту трагедию. Но вначале будут сухие цифры. Сухие цифры, как всегда, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что мы рассказываем какие-то несуществующие вещи. В основном это проходило в 30-е годы. Первое началось где-то в 33-34 годах, но еще раньше было, эти депортации начались. Но основная операция проводилась в 38-39 годах. Спрашивается, почему, для чего это руководство Советского Союза в начале 30-х годов об этом думало и решило на такое мероприятие. Да, дух вот этой троцкого, идеи троцкого о перманентной революции, он как бы не утихал в умах тогдашних партийных функционеров в начале 30-х годов. Потом это постепенно-постепенно трансформировалось, трансформировались в другие, примерно те же идеи, но которые привели еще большую трагедию азербайджанского народа. Но в начале было вот это. И начались вот эти депортации. Было, значит, в Азербайджанской ССР насчитывалось 40 тысяч, которые имели происхождение иранского подданства. Что это значит? У них были и советские паспорта, некоторые были, у которых были только иранские паспорта, а были те, которые были и советские паспорта, и иранские паспорта. Были люди, которые вписывали, в Иране так принято, паспорт вписывают детей. Такое тоже было. Значит, иранское подданство, вот те, которые имели чистые иранские паспорты, были 25 тысяч человек. Но из них 10 тысяч проживали в Баку. Я даже могу сказать примерно, где они проживали. Это улица Советская, это 7-я параллельная. Вот эти улицы Верхненагорные – это наиболее такие бедные районы тогдашнего Баку. И вот они… Сейчас это все сносится, там создаются парки, бульвары. Но тогда вот они селились там. Вот, наверное, наши слушатели помнят прекрасно, и вы, Гела, наверное, видели этот фильм, «Олмасумболсу», «Не так-так-этак», «Мешаде-еба». Когда там он идет. Помните, он идет искать Хабала, чтобы там на невесту свою посмотреть. И вот там на него накидываются в порту грузчики. Вот это представители иранских азербайджанцев. Тогда Иран был полуколониальной страной, очень бедной страной. И основная масса людей жила ниже уровня бедности. И границы не было. Между Российской империей и тогдашним каджарским Ираном границы не было. Один столб стоял, ты бумажку одну получал и мог бы поехать. А в Баку начался нефтяной бум. Золото мира стекалось в Баку. 50% добычи нефти мира было в Баку. Богатейший город. А надо было, кто-то должен был работать на нефтяных этих промыслах, на нефтяных промыслах, портах. Наиболее тяжелые работы. 17% рабочих нефтепромыслов были иранские азербайджанцы. Из-за этого в основном и потом в основном среди азербайджанцев, которые были членами большевистской партии, в основном были представители, очень много было представителей иранских азербайджанцев. Потому что местные азербайджанцы, они были все-таки состоятельные, эти бакинские села были богатые, некоторые были вообще миллионерами, которые вамираджаны, сураханы, романы, бузовны. Это все села, где добывалось, где добывалось нефть. И эти вчерашние крестьяне или там Бекик, или там какие-то люди пассионарные, типа Муртузу Мухтарова, или Ашубекова, или Тагиева, они становились, или Нагиева, они становились миллионерами. В одночасье, ну не сразу там, но в одночасье становились миллионерами. Из-за этого и местные азербайджанцы, и эти деньги тоже уходили на обслуживание, кто-то держал какие-то магазины, кто-то рестораны, кто-то торговал, кто-то строительством занимался. И все они были достаточно состоятельные. А вот иранские азербайджанцы, но еще надо сказать, что они работали год-два, зарабатывали деньги, часть из них уходила обратно в Иран. Они покупали там, после этих двух лет, покупали валов и становились уже богатыми людьми. То есть они сдавали эти валов на аренду и получали прибыль и уже становились арбабами. Арбаб – это старость. Как бы почетное звание, более социальная лестница, более высокая. Вот это тоже было. Но огромная масса, которая прибыла сюда, она осталась здесь. Она осталась здесь. Из их числа вышли выдающиеся наши писатели, актеры, ученые. Я сейчас не буду перечислять, очень длинный список, кого-то не скажу, потом обидеться. Из-за этого лучше не надо. Но вы можете даже посмотреть в Википедии. Часть из них есть. Потом они все женились, выходили замуж, создавали семьи, жили. Здесь многие были, о которых я сейчас буду рассказывать, они рождались потом здесь. Понимаете? И это была величайшая трагедия для них потом. Да, вот здесь многие, 10 тысяч проживали в Баку, преимущественно работали на нефтяных промыслах, в Каспаре, это Каспинское пароходство, на железной дороге. 1200 человек жили в Гяндже, 5000 в районах. И в то же время НКВД арестовало 7 тысяч человек. Почему? Потому что они не хотели выезжать. Потому что уровень жизни тогда социальный, все-таки уровень Советского Союза, при всех тех трагедиях, которые в 1937 году существовало, уровень был социальной обеспеченности достаточно высокий. То есть определенный уровень был у людей, получали фиксированную зарплату. А в Иране этого всего не было тогда. Это была бедная полуколониальная страна. И вот тогда было принято решение принять предложение НКВД СССР о выселении с пределов СССР арестованных иранцев вместе с всеми. То есть всевозможные формы депортации. В 1939 году Берия, согласно решению особого отдела совещания при НКВД от 11-15-23 августа 1939 года, 2081 человек были депортированы. Да, они были депортированы не в Иран тогда, а в Казахстан. Почему? Потому что они отказались выезжать в Иран. Вот это тоже. Ты становишься в своей родине, где ты родился, где ты вырос, где ты сформировался, получил образование. Твои дети учили в школу, и вдруг тебя выселяют в Казахстан. Так, из Туркменистана было выселено, вот по тому решению, 952 человека. Это примерно, помимо этих 7 тысяч из Азербайджана, 921 человек. Ростов 267 человек, Украина 191 человек, Дагестан 99 человек, Саратов 45, Воронеж 18, Узбекистан 16, Кабардино-Балкария 12, Армения 1 человек. Так, в 1938-1939 году было выселено 8 тысяч иранских азербайджанцев, из них 6 тысяч 3 из Азербайджана. Вот такая очень трагическая статистика. Но за этой сухой статистикой, за этими сухими решениями, за этими сухими бумажками стоят судьбы людей. Сейчас расскажу вам о трех людях, которые вот так трагически пострадали, но они как бы олицетворяют весь этот социальный срез. Почему? В первую очередь, я хотел бы рассказать вам о замечательном... Вот фотографию можете показать. Нет, нет, не этот. Это книгу, книгу покажите. Книгу. Книгу, нет, не книгу. Вот это. Хашим Тарла. Вот, это замечательный поэт, иранский, азербайджанский замечательный поэт. Это сборник его воспоминаний. Называется Гюмыш Пенджек. Это в переводе означает серебряный пенжачок. И я сейчас расскажу, почему. Значит, я с ним встретился первый раз в начале 90-х годов. И мы были в составе делегации интеллигенции Азербайджана в Иране. И меня подзывает наш председатель союза писателя Анар. И говорит, Джаошин, вот здесь ищет родственников народного писателя Галмана Илькина, а это мой двоюродный дед. И он говорит, хотел бы с тобой поговорить. Я говорю, очень хорошо, давайте. И мы познакомились. На меня смотрел старичок с очень добрыми, с такой очень доброй улыбкой, с серыми глазами, очень приятными. Вот его фотография в молодости, а вот это лицо ребенка, в возрасте которого он был депортирован. Сейчас я расскажу далее, как развивалась эта история. И потом уже впоследствии он мне рассказал, как их депортировали, как он учился в школе, где преподавателем мой был двоюродный дед, и как он к нему хорошо относился, как он его любил, и как в одночасье все это закончилось. И вот декабрьским зимней ночью их сперва повезли в какой-то лагерь в Кишли, это при городе Баку, потом на пристань, и ночью на этом пароходе они плыли в Вензалии. И я представил себе, и он на меня смотрел, такая какая-то виноватая даже улыбка была на его лице. И я сперва не понял его ощущения, его мысли, его чувства. Каюсь, не понял. Потом уже проходят годы, уже будучи дипломатом, он опять, мы встречаемся, он опять мне повторяет эту историю. И я тогда понял, насколько трагично было для него эта ночь. Он был вырван, он был пионером, он был учеником бакинской школы, у него были друзья, у него был социум, у него были родственники какие-то, бабушки, дедушки, и в одночасье все это пропало. Он оказал, что это не его родина. До этого ему говорили, что это твоя родина, а потом оказалось, что это не его родина, у него есть какая-то другая, чужая, далекая и близкая, но родина. И вот он эмигрирует, их возит на пароходе. И я начал ощущать чувства этого мальчика, этого ребенка. Посмотрите на его фотографии. Какие у него, какие у него отрешенные, этого лопоухого мальчика отрешенные такие глаза. Он о чем-то думает, о чем-то. Он специально поставил эту фотографию, чтобы показать людям ту всю трагедию своего одиночества. Я почему назвал сегодняшнюю передачу «Сто лет одиночества». Это одиночество вот этого мальчика. И прибывают они в Азяли, и там происходит другая трагедия. На таможне Ажан, это жандарм, говорит ребенку «Сними свой пенжачок с серебряными пуговицами». Почему вот он назвал свою книгу, первый том своих воспоминаний, он назвал «Серебряный пенжачок». Это была гимнастическая курточка с такими красивыми серебряными пуговицами. Прошло 70 лет, он об этом помнил. Он не мог это забыть. Это рефреном прошло через всю его жизнь. Когда я с ним встретился, я был рабочий человек. Там и ранее нет того, чтобы писатель издавал свои книги, получал какие-то доходы на это жил. Это только в Советском Союзе могла быть такая вещь. Это были натруженные руки, но лицо было прекрасное, одухотворенное и проходит. Я уже будучи послом, опять он мне рассказывает эту историю и дарит вот эту книгу со своей дарственной надписью. Я тогда понял, что он остался там, в Баку, в школе, у Галмана и Элькида. Он не доехал до Ирана. Он остался там. Он прожил всю жизнь, большую свою жизнь там, в Иране. Ну, вся жизнь была надломлена. Вот этот жандарм, это была последняя трагическая точка в его ощущении жизни, в его мировоззрении. Он от этого не смог освободиться. Из-за этого для него всё было свято. Потом он приехал в Баку, встретился с Галманом и Элькиным. Они встречались, обнялись, расплакались. Это был потом. А жизнь была после этого ночного зимнего путешествия. И это было страшно. Я думаю, что это вот одна история такая трагическая, как человек надламливается в результате этого, этих политических каких-то игр. Почему я так подробно об этом расскажу? Потому что это же произошло не только с ним. Это произошло со многими другими людьми. И такими же детьми. И он был тогда единственный ребёнок. А там были семьи, которые делились. Один брат и сестрёнка остались здесь, а другой брат уехал. И они друг к другу потом пропадала связь. У них не было связи между собой. И когда я сейчас об этом рассказываю, это сухая статистика говорит, а просто статистика. Но она не говорит о конкретных трагедиях. А за каждой этой судьбой своя трагедия. Это личная человеческая трагедия. Ни один Шекспир не смог бы описать всех этих чувств, которые испытывали эти люди. Многие не хотели уезжать. Их тогда депортировали в Казахстан, в Северный Казахстан. Понимаете? Теперь вторая. Это вот ребёнок. Теперь вторая судьба. Мужчина, семья, родился здесь. Вот он. Кто? Бандеш. Вот этот мужчина. Он был тоже депортирован в Иран. Потому что у него была советская и иранская. В общем, был депортирован. Осталась семья. Он всё повторял. Семья, шесть детей. Кстати, это дедушка нашей Арзу Абдулаевы. Вы знаете, вы знакомы. Да, конечно. Он был депортирован. Представляете себе молодую женщину, 29 лет, с шестью детьми остаётся на руках. Он всё повторял, когда уезжает. Два месяца, два месяца. Через два месяца я вернусь. Но не вернулся ни через шесть, ни через два года, ни через три года. И только в 1946 году, когда начали вот те знаменитые события по созданию азербайджанской государственности в Иране, республике, и была создана партия Азербайджан-демократик Фергасы. И вот там он участвовал активно в этом политическом движении. И последнее, что он присылал какие-то письма, подарки присылал детям. И последний момент, когда началась эвакуация, при которой, кстати, тогда ещё один геноцид был по отношению к азербайджанскому народу. Шахские каратели тогда убили 12 тысяч человек. Тогда, Кваран, живьём закапывали. Брата генерала Данишьяна закопали живьём землю. И он организовывал выезд оттуда из страны, и он хотел в последний момент прийти домой и забрать что-то. Ему предупреждали, что не сможешь ты это сделать. Уже там шахские каратели, там спецслужбы, там уже шахские, они лютуют там, да, в Ардебиле. Но он говорит, нет, я не могу к детям, шестеро детей надо, что с гостинцами какие-то, я должен взять из дома. И ушёл. Ушёл туда и, видно, попал в руки этих карательных органов, этих уже шахских, которые зашли в горы. И они его расстреляли или повесили. Никто об этом даже не знает. Потом, когда исправляли поминки, потом пришло сообщение, что якобы он жив. Но потом это не подтвердилось. И вот эта женщина, 29 лет, она одна воспитала, подняла всех их детей. Представляете, для детей какая травма. Что вот был отец, была семья, для неё какая травма. Дети остались без отца. Вот это очень... И для него, в первую очередь, оставить своих детей, шестер, жену, молодую, любимую жену, которую он очень любил. И которая его очень любила. И вот это всё, вот это свою семью, свой социум, своих друзей. У него родственники были на должностях. То есть они были представителем тоже из иранских азербайджанцев. Но они были вписаны, коптированы в общественную жизнь азербайджанской республики. И вот эта трагедия, она постоянно... Они его постоянно ждали. Они думали, что он до последнего момента, до 70-х годов, они всё думали, что он жив. Они не хотели примириться с мыслью, что его нету. И таких было огромное количество. Если бы только это была одна судьба. Но это была не одна судьба. Это была судьба тысяч людей. Третья история, которую я хочу... Нет, это вот его семья. Вот это супруга, это дети его. Покажите следующую фотографию. Да, вот это он тоже здесь стоит. С матерью, с женой. С маленькой дочерью. Теперь следующую фотографию. Вот сейчас об этом человеке я тоже хотел бы рассказать. Это уже старшее поколение. Это старшее поколение. Если там было среднее поколение, там был ребёнок, то здесь уже старшее поколение. Старик, 72 года. Это мой прадед. Табрицкий купец, который в детстве, тоже в очень юном возрасте эмигрировал в Российскую империю. Жил в Баку, жил в Астрахани, жил в Теблисе, жил в Москве. Имел очень солидную фирму, ювелирную, по продаже ковров. И потом, после революции, у него была единственная дочка, моя бабушка. Они вернулись в Баку. Купили квартиру в центре города, в очень престижном месте, на торговой. Жили там. И у него был иранский паспорт. Он ходил, просил, чтобы ему дали бы советский паспорт. Но ему не дали почему-то, по какой причине, как обосновали, непонятно. И потом пришел вот это первый, как говорится, первый, это 1934 год. И ему пришло сообщение, что вы должны уехать. И ему было тогда 72 года. У него там в Иране вообще никого не было. Единственная дочка в Баку, внуки в Баку, в которой старший внук жил с ним, мой отец. И в это время ему говорят, ты должен уехать. Бабушка берет старшую дочку, идет к ВНКВД хлопотать, чтобы его старика оставили. С теми с два года, никого там нету, ни родственник, ни знакомого, там что, как, непонятно. И иезуитский, этот следователь НКВД, спрашивает ее, девочку, тетю, спрашивает тогда ребенок. Он говорит, хочешь, чтобы дедушка остался? Она начала хватать, говорит, да, конечно, хочу. Ну, говорит, иди, иди. То есть, вот это иезуитское поведение, конечно, он ничего не сделал. Его плача отправили в Иран, пришло два письма, и все. И после этого я не смог даже найти, потом уже, когда работал, какие-то истоки, его какие-то следы я не смог найти. Я единственное, узнал, что их привезли в лагерь перемещенных лиц в Газвине, а потом пропали, следы пропали, что, ну, он умер. 72 года человека было, и вдруг вот такая трагедия. У тебя была семья, внуки, дочка, зять, у зятя огромная семья, интеллигентная. И все это ты в одночасье теряешь. Одним таким шелчком. Решением какого-то дяденьки из Коминтерна, или не знаю еще откуда, из НКВД. Вот это третья судьба. И таких судеб огромное количество. Я могу еще раз сказать о судьбе нашей замечательной профессионального композитора, первой женщины, одной из первых женщин профессиональных композиторов, композитора, Адель Юсень Загада, прекрасного педагога, прекрасного композитора. Семья, которая также была депортирована в Иран. И мы с ними потом там встретились. И они рассказали, как мать, отец этого композитора, плача, сидел и слушал по радио первый концерт своей дочки. Не было, не было связи, никто не... Это было не в царское время, когда граница была открыта. Никто не мог ни туда поехать, ни приехать. И даже весточки они с трудом получали. Какие-то там опосредственными путями они получали какие-то весточки. Была еще одна судьба, которая вообще меня тоже потрясла, которые потерялись брат с сестрой. И только случайно, уже в 80-е годы, в начале 90-х, когда после независимости границы открылись, случайно там люди другие совершенно по фотографии принесли, показали, вдруг сестра обнаружит, что у нее дома такая же фотография. И это была фотография ее брата. И тот брат потом, да, он мне рассказывал, мама рассказывала, что, оказывается, отец увез дочку с собой, а сын остался с матерью. И вот так разделенная семья через 50 лет только они смогли как-то воссоединиться, найти друг друга и увидеть. Если это не трагедия, то это что? Как вот это можно простить? И я счастье, когда я встречался с Харшим Тарланом, вот эта его улыбка, его отрешенный, в определенном отрешенный взгляд, радостный, с одной стороны отрешенный, с другой радостный, когда он говорил о Галманелькене, когда он вспоминал свои детские годы, когда он вспоминал, как он жил в Баку. И я понял, что он, я повторяюсь, но это очень важно, он не вышел из той среды, он остался вот этим ребенком. И я вспомнил другую историю. Я приобрел в Иране карту Ириванской губернии, вот западного Азербайджана, Ириванской губернии. И там, потом это я подарил нашему обществу, комитету по западных азербайджанцам. И пришли представители этих выходцев оттуда, из западного Азербайджана, открыли карту, и там были депутаты, там были профессора, там были ученые, там были послы, мои друзья. И вдруг я обнаружил, что с каким-то воодушевлением они ищут свои села, показывают. И у них вот появилось то же самое выражение, как у Хашима Тарлана тогда. Что это было их село, вот здесь текла такая речка, здесь было, здесь их стоял дом где-то там на правом берегу, там рядом была какая-то гора, там был рядом лес, там они называли все эти села, там Веди, Нювяди, Горис, Лори и так далее. То есть я вдруг ощутил, что вот эти все процессы, они очень схожи с друг другом. Что эти люди и потом то, что произошло в Карабахе, огромное количество, миллион наших жителей, граждан Азербайджана оказалось вне своих домов. Эти все трагедии, эти босые люди, которые шли через морозные горы, через Зангизурский хребет из Армении, из западного Азербайджана, которые пришли, они не на автомобилях уезжали, они не с унитазами уезжали, они шли босиком. И сейчас, когда они возвращаются в свои вот эти дома, и пока еще в Карабах, конечно, там Вахдам, Физули, Шушу, Вахдаре и другие места, и плача, хотя им было там, может быть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять лет, но это их, их родина, они остались там, их воспоминания остались там, их чувства остались там, и никогда никто не сможет эти чувства, их воспоминания из их души вытащить. Это травма, большая травма, большая трагедия. Вот так, Гела. Большое спасибо за очень-очень эмоциональный и очень проникновенный рассказ о человеческих трагедиях. Вы знаете, мы часто говорим о политике, говорим о еще чем-то, еще чем-то, и забываем, что за всем ведь этим стоят большие человеческие судьбы. Мы говорим о поломанной судьбе людей, а ведь двух жизней ни у кого нет. Все правильно. Схожие были там, было и в Абхазии, схожие были, объективно надо сказать, что схожие было, но не совсем схожие. Вот последнее то, что армяне уехали, они им предложили остаться, принять азербайджанское гражданство и соответственно нашему законодательству там проживать. Они не захотели, но они уехали как, на своих автомобилях, со своими скарбами, со всеми своими этими, как его, этими вещами и так далее. Но тоже, объективно, мы им-то предложили остаться. Были предоставлены все гарантии, все возможности для этого. То есть до сих пор мы об этом говорим. У нас осталось немного времени, может попробуем ответить на вопросы? Да, пожалуйста. Ну что ж, тогда начнем. Сразу же Алискер Аликбернов поздравил сборную Грузии с выходом на чемпионат Европы. Прекрасно. Спасибо. Архив YouTube. Такой вот интересный ник у нашего... Иран стал Ираном после 1925 года. Во время Шаха Пахливы, его сын до 1978 года. И в 1978 году его сына смесили и пришел в Хумини. Шах Пахливы был в эфрации. И что? А, ну, видимо, то, что шахский Иран, мол, Иран стал Ираном. Тогда он и был Ираном, тогда он был шахским Ираном. Нет, Иран стал... Официально название доуэляда Шахин-Шахи Ирана, это 1935 год, по ферману Реза-Шаха, это государство было названо таким вот... Такое получило свое политическое название. Это факт. 1935 год. Он начался обсуждаться в 1934 году, но так как год не соответствует нашим, то есть Новрус, он немного... Ну, на три месяца, да, там разница есть. Из-за этого 1934-1935 считается. Вот так. Значит, Анар Гулеев спрашивает, сколько армян было перенеселено значит, в Азербайджан, из Ирана после Туркмачайского договора. Есть ли примерная цифра? Нет, это и есть цифры, я просто сейчас на память не помню, но они переселялись, был даже памятник там в Гарабахе стоял переселенцам из Мараги, армянам. Я, как это говорил, они дисперно жили и на территории Гаджарского государства, и на территории Газелбашской империи, и на территории Османской империи. На территории Османской империи у них был определенный территорий, это в районе озера Ван, это вот Вилайад Ван, они там были с наиболее большим количеством. До Первой мировой войны их там было где-то 30%. Но они очень большим количеством эмигрировали, потому что к этому времени, уже к 20-му году, это были наиболее отсталые районы Османской империи, торговли уже той шелком не было, а там были не самые богатые, не самые экономико-географические районы с точки зрения выгоды. И за это они эмигрировали в Стамбул, в Измир, в Алеппо, эмигрировали на Кавказ, в Баку, в Тифлис, в большом количестве, а из Тифлиса в Баку, все эти Монташевы, Леонозовы, Влалаевы и так далее. Все вот так. В Иране, из Ирана они тоже эмигрировали, там это была программа царской России, они их переселяли и создавали вот эту Армянскую область, потом они ее ликвидировали, потому что они начали слишком много прав качать, они ликвидировали, но они создали вот этот инструмент под названием Армянская республика, военно-политический инструмент под названием Армянская республика, который до сих пор в общем-то еще не успокоился, еще у них какие-то там идеи еще существуют, которые никогда не будут осуществлены, они должны понять, найти, я об этом уже ранее говорил, найти свою природу государственности, как Грузия, как Азербайджан, как другие государства, найти свое место в этом регионе и понять, что по-другому они должны жить, их политика, их риторика, их вот эта амбициозность и апелляция какой-то исключительности, это вот сейчас они сами об этом говорят, я вот смотрю в интернете, там выступают, наконец-то начинают говорить, но это как анекдот выглядит, понимаете, уже там это мы создали, то Тигран, постоянно повторяют, Тигран великий, который не был армянином, где написано, где документ, где исторический факт, что Тигран второй был армянином, это был небольшой срок, 60, я уже есть, не помню, если что-то не так скажу, ради бога, извините, ну там 60 сколько-то лет существовало это государство, на протяжении тысячелетий, о чем вы говорите, притом говорить о каком-то, если говорить об армяно-грегорианском коэффициентальной принадлежности, да, да, это есть, но национальный, потом трансформируется в национальную принадлежность, но это совершенно другое, это, да, у них есть выдающиеся ученые, там, писатели, все, все есть, все признается, но вести себя вот так, апелляцию, я своим грузинским друзьям всегда, в общем, иногда шутил, иногда я с ними, я говорю, вы горные, горные, как они говорят, горные, но это вообще, это надо додуматься до такого, понимаете, да, это, это они должны эту риторику, которая искусственна, я вот одну передачу сделаю на будущем по картам, которые у меня есть, и мы, об этом тоже поговорим, как вот искусственно это все стимулировалось, и как это искусственно из Европы, из России создавался вот этот миф о армянском таком чуде, или как, я не знаю, как это еще назвать, да, непонятно. Следующий вопрос у нас от Симура Абдулаева, Джаншир Малим, что известно о помощи Зина Абдина Тагиева, Афганистану и Пакистану? Нет, Пакистану было, Афганистану я не помню, а Пакистану там была холио, страшные заболевания, и этот Тагиев закупил огромное количество этих вакцин и отправил туда собственные средства, и они до сих пор об этом помнят, потому что, если бы не его вот эти вакцины, там страшная трагедия бы разыгралась. Значит, здравствуйте, дорогой Гела и Джаншир Малим. Что можете спрогнозировать о Южном Азербайджане? Станет ли Южный Азербайджан свободным? Распадется ли Иран? Будет ли сценарий этого распада? Извините, что вопрос не по теме. Это Шахлип Ахсач спрашивает. Нет, ну я, это очень риторический вопрос. Я даже и не собираюсь на него отвечать, потому что нету как бы сейчас, это не тема сегодняшнего разговора. Вот так. Тарас Вилипчук написал, что мы вместе с вами на евро. Да, Украина тоже на евро и Южный Кавказ на евро в лице Грузии. Так что... Ну, прекрасно. Очень хорошо. Чурхан Демир, наша анаконда, два вопроса у нее. Значит, приветствую дорогих уважаемых Гелавасадзе и господина Джаваншира Архундова. Каждый раз, когда выступает Джаваншир Муалим с удовольствием не только слушаю его интересный рассказ, но и наблюдаю за менее интересным ковром на фоне. Хорошо. Этот ковер вызывает массу вопросов. Я сейчас расскажу. Можно спросить, что за чудное творение рук человеческих. Наверняка, у этого ковра есть своя история. И что означают те надписи на арабском. Так я сейчас увеличу, чтобы все хорошо видели. Да, пожалуйста. Это ковер Табриз. Табриз. Он более ста лет ему, даже больше, где-то сто двадцать лет. На нем это аяты из Курана. Значит, это называется намаз лых. Это на нем намаз совершали. Он, это специально ткали для цели была этого. Но я его приобрел в свое время. Давно уже. Ну, вот так он у меня дома висит. Это Табриз. Значит, в Иране Табриз сохранил свою марку. И Славан сохранил свою марку. То есть, они очень пиетентно сохраняют свои традиции ковроделия. Да. И вот они очень как бы интересные. Там очень много различных школ. Там очень много различных марок. Только в одном Табризском вокруг Остани где-то там более 50 сел, в котором каждый есть своя марка своего ковра. Это удивительные вещи. Это вообще высокое искусство. Там есть свои Леонардо да Винчи, там есть свои Рафаэли, там есть свои эти как Вазари. То есть, вот в этом искусстве. Там есть такой непрерзаденный мастер, который умер сто лет тому назад, этот Амоглу. Он азербайджанец, но жил в Мешкете, то есть, при гробнице Имам Резе. Его туда пригласили, и он ткал ковры. Но после его смерти его марка приостановилась, его дети не продолжили, и сейчас каждый ковер этой его марки стоит огромных денег. Но это произведение искусства. вот если кто был в Лондоне, вот видели вот этот знаменитый ковер, который был в свое время вывезен из Ордебильской мечети, каким образом его приобрели тоже темная история, уникальный ковер, шейх Софи, это высочайшее мастерство, это высочайшее искусство. Вот так. Идем дальше, есть второй вопрос от Дуркандемир, значит, один из одеждах армянских аналитиков на своем канале месяц назад выложил фотографию ковра 17-18 века сотканного в Исфакане и назвал его армянским всего лишь потому, что там был нарисован хачкар, который я так и не увидела. В качестве комментария блогер написал, что армянский ковер азербайджанцы назвали своим. Ковер сплошь и рядом с сотком в Исфаканской школе ковроткачества с использованием природных орламентов, виноградной лозы, цветов, листьев мусульманской арки. Как известно, развитие ковроткачества в Иране. Я вас очень уважаю, но очень много вопросов, нет, не ошибок, я просто очень большой текст, поймите правильно. Ну, я понял, давайте я отвечу. Как считает Жаваншир Муалин, можно ли считать такой ковер армянским, если в нем использованы наши национальные орнаменты, даже если его соткал аминей, живущий в Исфакане? Ой, каждая школа любого искусства, она предусматривает свое лицо, свою марку. Такая же марка есть в Кавроване, есть марка такая, ковров в Табризе, есть в Газвине, есть в Нишхеде, есть там в других местах, в Кашане, в Кермане, но все эти марки утратили. Во-первых, начнем с того, что, где он говорит, с какого века этот ковер, что там было? Высово знание, сейчас я посмотрю точно, какого века, 17-18 век. Во-первых, 17-18 век Исфаган, где этот армянин увидел этот ковер, это научное открытие, потому что ковры такого уровня, они продаются на аукционах за бешеные деньги, огромные деньги, и они штучные, вот пусть приедет этот армянин в Баку, зайдет в наш музей ковров, и там проведут может быть значит, может быть это не у него дома этот ковер, а где-то он увидел в интернете или где-нибудь. Где-то пусть он скажет, нет, значит, смотрите, опять же говорю, там у каждого ковра есть своя школа, есть своя это, например, там, Ткутвы Сфагани, это знаменитая есть там школа Сабера или там еще кого-то, мастер, мастер должен быть, там, да-да, пусть напишут, что этот саткал какой-то макартыч, там или кто-то еще, да, или Акопчан какой-то. Нет, там просто хачкар был, то есть. Нет, это хачкар, у нас кресты тоже есть в нашей мусульманской, в этой есть орнаменты есть самые такие, это ничего не значит, это ничего не значит. Там единственное место, где Ткали раньше, 30 лет тому назад, Ткали, армянское было село в Хамадане, Лилиан называлось, вот там это были грубые красного цвета, очень низкого качества ковры, и то уже они тоже прекратили свое ковра качество, уже тоже неоткуда. Вот это это может, но высокого качества ковры у них армян не было. Это не от того, что они армяне, я так говорю, нет, ну, факт-то. Значит, вопрос от Руфата Байандур Ханлейм. Здравствуйте, уважаемый господин Васадзе и господин Ахонов. Джавашир Бэй, скажите, пожалуйста, какова вероятность федерализации Ирана на этнические составляющие? Я же уже об этом это не вопрос, ответ вопрос. Эспрессо Ас, он же Анар Гулиев, еще один вопрос от него. Значит, следующий. Почему в Иране производятся только французские машины Пежо и Ситроен? Это связано с тем, что Хомини приведет из Парижа? Нет, нет, нет. Там производят и Вольво, там, во-первых, это Собер, там южно-корейские производят, японские собирают, Scania собирают, Вольво собирают, Mercedes-Benz собирают, ну, из деталей, это моторы приходят, но там есть еще марки, например, там был такой пейкан, на последнее время выпускали, это в свое время было, Шах закупил завода из Австралии, Хилман, и начал производить собственную марку, с тех пор, это в начале 60-х годов, начал производить собственную марку, которая называлась пейкан, это был дешевый автомобиль, иранский дешевый автомобиль, они выпускались в форме пикапов, очень, как бы, в сельском местности использовали, в городе использовали, такси использовали, то есть, это было, и в то же время Peugeot, Citroen, были вот эти марки, тоже там выпускались, по лицензии, старые модели выпускались долгое время, вот так, то есть, не только французские, Kia выпускает там, потом и другие, в шанское время выпускался, Chevrolet выпускался, но потом, после революции перестали. Низамин, Низамин, Дин, спрашивает, здравствуйте, скажите, пожалуйста, что делается для того, чтобы иранские и армянские азербайджанцы вернулись в Азербайджан? Какая госпрограмма существует? Спасибо. Это иранские азербайджанцы и армянские азербайджанцы беженцы вернулись в Азербайджан? так вопрос стоит, так написано, как написано, так прочел, честно. Иранских азербайджанцев беженцев нету, об этих есть комитет выходцев западного Азербайджана, они петиции постоянно, обращения в разные международные организации пишут о том, чтобы они хотели бы вернуться на свои исконные земли, где они жили, о чем говорил, как они рассматривали эту карту, выходцы были оттуда, каждый видел свое село, свою речку какую-то, где он в детстве купался и так далее. Это очень трогательно, это тоже великая трагедия. И они имеют по международным законам, они имеют право на возвращение. Но как это сейчас будет складываться, я сейчас не могу сказать. Очень трудно ответить. Юсуф Хамидов спрашивает, здравствуйте, кто такие налыши? Спасибо. Талыши это иреноязычный народ, это часть нашего азербайджанского населения. Они живут и в Иране. Кстати, я даже к своему стыду я не знал одну вещь. Оказывается, наши талыши они шииты, а иранские талыши они суниты. Я это тоже обнаружил, там уже будучи, когда работал, ко мне пришел сиит один и я вдруг обнаружил. Еще я хотел бы одну вещь. Какие бы там внешние силы ни говорили, вот реально, когда выезжаешь из Тагерана на автомобиле, приезжаешь в Решт, после Решта выезжаешь в сторону Шумяна, это город такой, и там начинается уже талышское население. Все талышское население и в Тагеране все говорят по-азербайджанскому. Вот спрашивается, государственный язык персидский, который им близок, их родной язык талышский, они все говорят по-азербайджанскому. Это говорит о чем? Это говорит там, что формирование межэтнических связей, оно имеет свою природу, оно никакими воздействиями на нее воздействовать невозможно. Они жили в братских отношениях с азербайджанцем. Вот они живут, они знают язык, у них какие-то торговые отношения. Это азербайджанский язык, лингофранк. Как в Иране говорят, канал второй канал. Второй язык, да, вот так. То есть у нас огромное количество вот здесь сейчас в Баку, у нас в наших министерствах, министерств иностранных дел, работают по национальству лыжи, они занимают высокие государственные посты. Ругия, вопрос ко мне, скорее предложение, пригласите, пожалуйста, Эльгара Белизаделла, отличная аналитика, не хуже всех ваших уважаемых соведущих. Спасибо за ваш канал. Спасибо большое Ругия. Ильгар Белизаделли, просто отличная аналитика, он, конечно же, отличная аналитика, он еще мой друг. Просто вот так сложилось, это моя вина, но просто так сложилось, что как-то в этой череде выпал, вы поймите правильно, Ругия, Япония бегает по кругу, это про меня. То есть вот это постоянно верчение, и часто просто выпадают и так далее. Спасибо за ваш совет. нашим каналам подписчикам и пожелать, чтобы дошло до миллиона. Спасибо большое. Да, я тоже поздравляю, это хорошо. Очень интересно. Спасибо. Фериде Эггел вопрос от нее, можно ли сравнить Южный Азербайджан и Азербайджанскую республику по всем показателям аналогично с ситуацией ГДР-ФРГ перед слиянием много общего на прогноз. Но опять то же самое. Да, это, видимо волнует людей этот вопрос еще не Я понимаю, волнует, это отдельная должна быть передача, это отдельный должен быть разговор, это возможность ответа не дает возможность ответить на все. Это очень длительное. Ариф Насимов, здравствуйте, сколько до 18-го года и тут почему-то Франциско и многоточие армянскими войсками было убито мусульманского населения в Иране. А, вот это хороший вопрос. Я это хотел, я, кстати, сделаю отдельную передачу, которая будет посвящена этой тоже трагедии, этой геноциду азербайджанскому населению в Урмие, в западном Азербайджане. Афранциско тут... Он, наверное, что-то там напутал, потому что там участвовали священнослужители, они, там были ассирийцы, там армяне их вооружали и англичане, и русские эти самые правительственные войска, и они хотели там создать государство ассирийцев, чтобы разделить между, клин бить между Османской империей и иранским Азербайджаном. Но у них ничего не получилось, и здесь я хочу, я об этом сделаю отдельную передачу и расскажу более подробно, а хотел бы упомянуть вашего замечательного грузинского романиста, писателя Джабахашвили. Он написал роман об этих событиях, и великая ему благодарность за это, великая благодарность. Я, когда буду обязательно с вашей помощью хочу найти его могилу и поклониться ему. Ну, да, она известна на здесь, так что. Да. Значит, Аза спрашивает, как бы вы могли объяснить подразительную поддержку Ирана со стороны некоторых азербайджанцев, допускайте ли вы, что эти люди зомбированы и весьма опасны, особенно в свете теракта Кропу с поля, ведь поддерживать того, кто поддерживает твоего явного врага, это аномально. или я что-то не понимаю. Лучше вопрос иранофилам Азербайджана это спросить, за кого они будут воевать, случись противостояния между Ираном и нашей Родиной. Я хотел бы сказать, я не думаю, что когда-нибудь между Ираном и Азербайджаном может случиться какое-то военное противостояние. И там в Иране очень много нормальных, умных людей, которые и в руководстве страны, которые прекрасно понимают значимость Азербайджана, возможности Азербайджана и во внутренне и иранских азербайджанцев. И они вообще, я бы сказал, на таком уровне, народном уровне отношения очень позитивные, очень хорошие. То есть они не ощущают, что мы какие-то другие, они к этой симпатии относятся. Другое дело, что там есть определенные группировки, которые это все проецируют как-то деконструктивно проводят, но сейчас стараются, по крайней мере, сейчас я вижу, что они стараются, что-то хотят как-то решить это, как бы, чтобы отношения были более конструктивными уровнями. Я один раз рассказывал, я просто хотел напомнить, давно уже я прочитал такая есть колонка в Кейхане, в газете, там пишут мнения читателей. И вот несколько раз там писали, что почему вы это к руководству была большая, почему вы с единственной страной, где географически, культурно, ментально, ну в определенной части ментально мы связаны исторически, мы связаны с этой страной, с Азербайджанской республикой, почему вы не можете наладить нормальные отношения. Это были претензии к своему руководству. Но опять же говорю, там есть люди очень конструктивно и правильно понимающие наши отношения. Ну, увы, сейчас возобладала другая линия, сейчас она исправляется постепенно, с трудом исправляется. Я надеюсь, все будет хорошо. Вопрос от Гасана Меликова тоже. Про историю, правда ли, что в декабре 46-го года во время уничтожения Азербайджанского народного правительства в Тибризе унук шахат и хлеби резали молодого человека как барана? Нет, там было очень много, карательные отряды, там совершали чудовищные преступления, там был тоже геноцид, я сказал, до 12 тысяч человек было убито, вешали, это был такой прокурор Ибряеми, его повесили прямо около этой арки, он неделю прятался в этой цитадели, да, и этот цитадель арк называется и там около базара это символ азербайджанцев Ирана, и его потом повесили по решению там шахского правительства. Да, но вот такого случая не заферилизировано, потому что ну это какой? Ну вот он спрашивает молодого человека резали у ног шаха пихливей. Не, не. И несколько странный, если не больше вопрос, не вопрос, это утверждение от Ширака Басенза, но я скажу так, что я читаю все, что бы то ни было. Так вот, Ширак Басенз утверждает, что не было так называемого народа азербайджанцев, а есть лишь только говорящие персы. Ну пусть этот кто-то задал этот вопрос, мне даже неохота на этот вопрос отвечать, он пусть возьмет, почитает историю Азербайджана, даже не этих, не наших авторов, не наших историков, не наших этнографов, не наших литературведов, пусть возьмет зарубежных, почитает, и ему станет все ясно, что я вам сейчас буду рассказывать. Нет, ну понятно, вопрос был задан, он прозвучал, правильно? Пусть он посмотрит азербайджанский язык официально, даже пусть возьмет Брок Аутс и Ефрону посмотрит. На этом веселом вопросе позвольте закончить. Он должен знать, я сейчас заканчиваю, да, спасибо, я точку поставлю, на этом языке было написано немало великих произведений, вот он и пусть берет, читает Насими, Физули, Видади, Вагифа, Сабира и самого раннего Хасануглу, и вот тогда будем с ним разговаривать, а так что? Кстати, если уж говорить, вот, конечно же, нет, не Зами прекрасен все, но мне больше всех из азербайджанских, поэтому даже мыслительные близок, конечно же, Насими, но это, опять-таки, это личное. Нет, вот вы упомянули, мы затягиваем передачу, но я не могу не ответить. Не Зами, он персоязычный поет. Нет, я про, я все читал на русском, поймите меня. Я хотел бы поставить точку над этим вопросом. Вот, пусть мои уважаемые слушатели ответят мне. На каком языке писали Коперник, Бекон, Парацельс, Эразм, я знаю, я знаю, я знаю. На латыни. На латыни. Они итальянцы? Нет, они римляне. Они итальянцы? Нет. Нет, они римляне. Нет, а этот Коперник, хотя отец у него был, он и вообще отца не видел, 8 лет, отец ушел из дома, был поляком, мать была немка, он воспитывался немецкой. Коперник немец, но мы не будем обижать наших друзей-поляков. Нет, я никого не обижаю, я факты говорю. Почему Коперник может быть великим польским этим самым, а почему незаменим может быть Азербайджан? Он всю жизнь прожил в Гяндже, родился в Гяндже, умер, никогда из Гяндже не выезжал, сам писал об этом. Но персидский язык был от Балкан до Кашкара, этот язык был литературным языком. Языком искусства. Не только иранцы, на нем писали и турки, на нем писали и узбеки, на нем писали азербайджанцы. Это нормальное было явление, здесь огромный был культурный ареал. Тогда не было понятия национальности. Из-за этого он великий азербайджанский поэт, точка. У нас есть огромное количество этих персоязычных поэтов, Хагани, Ферраги Ширвани и так далее. Это наше достояние. И еще одно. Он достояние всего мира. И кто к нему относится с почитанием, кто изучает его творчество, кто называет институты, музеи, улицы и его именем, он тому и принадлежит. Кто к нему с уважением относится. Пусть мне покажут. Сейчас они собираются, только сейчас на Мейдане Вионех ставить память. Когда поставят, тогда еще будем раскладывать. Большое спасибо. Вот так. Большое спасибо за очень интересную беседу. И большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Я уверен, что у нас гораздо больше тем, которые нас объединяют, чем разъединяют. Спасибо всем. Спасибо.